Друзья, пишут все, что в России наделивает новый бунт. Вот я прочла у Александра Глебовича о том, что в принципе источники из Кремля сообщают, что сейчас почти все помощники и друзья Путина собрались и на коленях умоляют его уйти в отставку, передать власть Мишустину или Белоусова, гарантирует ему безопасность его и его семьи. Возможно, это фейк, но это распространяют российские телеграм-каналы. Это первое. Далее, разведка недолжила Путину о том, что ВСУ готовит операции. Почему она это сделала? Появилась информация о том, что в Кремле ждут вооруженные силы Украины. В Москве усилены меры безопасности в связи с опасностью проникновения вооруженных сил Украины и ДРГ. Почему это происходит? И, конечно же, усилена охрана самого Путина. Далее, появилась некая частная военная компания «Паладин». Его главарь Георгий Закревский считает, что нужно идти на Москву. Он объявляет и анонсирует новый поход и призывает военнослужащих присоединиться. Все это мы обсудим с Дмитрием Гордоном, известным журналистом. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Даша. Ах, как хочется верить во все, что вы только что перечислили. Особенно про на коленях приближенные умоляют. Приближенные его могут только на коленях у него в рот брать, на перегонки. Больше они ни на что не способны. Я видел этих приближенных на заседании Совета безопасности России перед полномасштабным вторжением в Украину. Это блеющие овцы и козы. Там ни одного мужика нет. Ни одного человека, который способен и возразить как минимум, и какой-то бунт или путь возглавить как максимум. Но это длительный отбор происходил, и отрицательная селекция, все сказалось. Я не верю ни в какой бунт на сегодняшний день в окружении Путина. Не верю абсолютно. Хотелось бы, но не верю. Бунт какой-то теоретически может возникнуть, когда у них все посыпется. А у них все посыпется. Вот тогда можем говорить предметно уже на эту тему. Дмитрий, как вам? Вот это видео, я буквально 20 секунд посмотрю. Микки Закревский, частная военная компания «Паладин». Он, кстати, возник после Пригожины, и вот сейчас всех собирает на Москву. Буквально 20 секунд. То, что на грани беды или уже прямо около нее, наша страна уже в беде. В большой беде беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивает героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена. Дмитрий, пройдена ли точка невозврата? И к чему такие заявления вот сейчас, когда происходит Курская операция, Украина контролирует более тысячи квадратных километров? Я не знаю, что это за чувак. Доверие не вызывает никакого. Как бы это ФСБ не подготовило своего какого-то паренька, чтобы посмотреть, кто к нему начнет записываться и повязать всех недовольных. Тут возможны провокации разные. Верить никому нельзя. Повторяю, только вооруженные силы Украины могут спровоцировать непосредственный бунт в Кремле, когда оборона России начнет рушиться как карточный домик. В это я верю безоговорочно, потому что сегодняшняя Россия – это колосс на глиняных ногах. Вот вроде такой колосс, вроде стоит так хорошо, но ножки глиняные, только пальчиками вот так, штык-штык по ножкам, и все завалится. Поэтому, еще раз, только ЗСУ могут... Дмитрий, тогда, во-первых, историческое событие. Мне кажется, это впервые в истории, когда на территории ядерной державы находятся вооруженные силы другой страны и действуют. Это историческое событие, безусловно, что начиная со Второй мировой войны, в принципе, никто не ступал на территорию Российской Федерации с оружием, и не было там никаких сил, только лишь вооруженные силы Украины, сейчас это историческое событие. Сейчас очень многие скептически относятся к продвижению Курской области, говорят, что, мол, да, окопаются, дальше не пойдут, и, возможно, вновь потом вернутся на позиции. Но, учитывая то, что Лукашенко каким-то образом не заметил движение вооруженных сил Украины, тоже почему, и вопрос этот, почему он так сделал, да, не играет ли он в свою игру. Дмитрий, считаете ли вы, что на сегодняшний момент это максимум? То есть, тысячи квадратных километров, более 70 сел, или все-таки вооруженные силы Украины пойдут дальше? Ну, я считаю, безусловно, это не максимум, это начало. Безусловно, Украина зайдет и на другие территории, на территории других областей. Уверен в том, что и в Брянской, и в Белгородской области будут украинские войска. Да, это напрашивается по логике событий, это не потому, что я такой умный. Потому что, да, что вы показываете, сколько захватили. Да, понимаете, действительно, вы правильно сказали, с 44-го года никакой чужой армии не было на территории России. Но страна дырявая, армия голая, все понты для приезжих. Понимаете, все оказались понты. Вот они собирают сейчас за 20 и больше даже тысяч долларов, единовременных первых взносов, они набирают бойцов. А почему так дорого, вопрос? А потому что они идут дешевле. Но если вы думаете, что идут задорого, тоже ошибаетесь. Они не могут набрать людей. Они затыкают дыры срочниками. Это солдаты, которые стреляли по одному разу где-то на полигоне, по два патрона. Они же дают интервью, уже рассказывают все. Я вам скажу, я помню себя срочником. Ну, два года я служил в Советской армии. Но мы были на полигоне раза два и выстрелили, может, рожок. Все. А что, российская армия далеко ушла от советской, та же байда. Поэтому я абсолютно уверен, что Украина зайдет внутрь территории России, углубится, дальше пойдет. Я сегодня рассказывал одному человеку, вот он говорит, ну хорошо, а где же мы возьмем людей? Ну, вот Сумскую область же надо кем-то прикрывать. Я ему говорю, смотри, вот стоят тут на территории, на границе Сумской области и России, да, войска наши. Они просто идут вперед. Они просто идут вперед и прикрывают уже не Сумскую область, а Курскую область. Это же элементарно. Сейчас надо рыть укрепления, что происходит, устанавливать соответствующие инженерные коммуникации, что происходит на территории Курской области. Ребята, это специальная военная операция, которую Украина ведет на территории России с целью деноцификации, демилитаризации России. Мы не могли больше оставаться безучастными криком о помощи, которые звучали оттуда, от украинцев, которым не давали изучать украинский язык. Не было украинских школ, одни русские школы. Они хотели изучать украинский язык, это их родной язык. И на Кубани то же самое происходит. Там украинцы, и украинцы просят, Украина, мы твои дети, помоги. И Украина не могла больше слышать это. И мы зашли, и будем идти дальше, пока не поможем всем, кто в этом нуждается. Поэтому вперед, только вперед, аккуратно, не теряя людей, набирая огромный обменный фонд, по моим данным, уже более тысячи пленных. Более тысячи пленных мы взяли. И, конечно, когда нам нужно менять ребят наших, а у нас в плену, по моим скромным подсчетам, тысяч семь-восемь наших ребят, то, конечно, нам нужно понабирать как можно больше срочников. Потому что Россия будет с радостью менять срочников. И делать обмены. Ну и не забывать, конечно, о том, чтобы продвигаться по российской территории. Нам необходимо Курская АЭС обязательно, которую мы будем менять на Запорожскую АЭС. Нам необходимо двигаться до Москвы. А войск у них нет. У русских нет войск. Все войска на линии соприкосновения. Ну и не будем забывать, что у нас есть чудо-оружие, о котором я говорить не буду, о нем скажет оно само, когда обрушится на тупоголовые русские головы. Вот тогда повеселимся. Вы сказали, кстати, очень важную вещь, что надо идти на Москву. Вот тоже общалась я с Михаилом Притуловым, если я не ошибаюсь. И он говорил именно мне, что 200 тысяч военнослужащих. Значит, ВСУ необходим вот такой контингент. Минимум 200 тысяч, чтобы пойти на Москву и закрепиться там. Насколько вообще реалистично? Вот сегодня, учитывая то, что на сегодняшний момент, я так понимаю, что Путин усиливает Москву, охрана территорий в центре вокруг Кремля, спецполк, ОМОН, резервы. То есть Москва готовится к ДРГ. Вот эти спецполки ОМОН, резервы, Росгвардия, это первые, кто будет разбегаться. Они хороши, когда надо лупить беззащитных бабушек на митингах. Они незаменимы просто. Лупить бабушек – святое дело. Как только доходит до боевых столкновений, они разбегаются первыми. Поэтому я не думаю, сколько надо наших ребят, для того, чтобы дойти до Москвы. Я думаю, сколько нужно наших ракет. Ведь что такое? Вот давайте рассмотрим Крым. Как сделать так, чтобы Крым стал украинским? Вынести в воздух все военные базы Российской Федерации на территории Крыма, военные части, технику, склады, инфраструктуру. И русские, которые были задействованы в этом карнавале радости, убегут первыми. Просто сдрыснут в мгновение ока, потому что будут отрезаны от инфраструктуры, от подвоза вооружения, а всё вокруг будет разбомблено. И так Крым будет наш. То же самое с российской территорией. Она намного хуже укреплена, чем Крым, чем Донбасс. И это стало понятно, когда Пригожин шёл к Москве. Да. Да, теперь это стало понятно, когда мы отхватили вот этот кусок территории. У них нет ресурсов. Они, ещё раз говорю, колосс на глиняных ногах. Понты. Понтов много. И посмотрите, как они уже заскулили. У Соловьёва на программе выступают эти ватные негодяи. Один за другим уже дошло до того, что этот Шахназаров, который когда-то был неплохим кинорежиссёром, снявший «Курьер», «Город Зеро» и так далее. Шахназаров, который отъявленный такой ватный негодяй, он уже говорит, да, мы можем проиграть. Россия может проиграть. Они растеряны. И вот надо продолжать, чтобы они терялись дальше. Я обязательно найду, кстати, во время интервью, у меня есть этот фрагмент с Шахназарова, продемонстрирую вам. Это очень сильный фрагмент, Даша, на самом деле. Да, я в блогах использовала, просто сейчас, пока вы говорите, ещё, как раз, кстати, к вашим словам, тоже подготовила маленький фрагмент. Значит, они, и вы с Олесей, кстати, вас вон это обсуждали недавно, что пропагандисты уже кричат, что будет новое наступление, новое наступление в сентябре, буквально 20 секунд. В начале сентября, я думаю, что будет ещё более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдёт в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолёта Ф-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых ещё нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или Херсонскую область. Поэтому нужно... Дмитрий, вот как вам? Просто как по нотам всё расписал. Ну, молодец паренёк. Да, он всё правильно рассказывает. Молодец. Что происходит... Кстати, пока мы с вами пишем стрим, значит, Герасимов требует от Лукашенко помощи в срочном порядке, стянуть войска к границе. Но вот у меня, кстати, вопрос по поводу Лукашенко. А что происходит с Лукашенко? Как это он так вот... Его разведка не доложила, Путину не рассказал, что Владимир Владимирович, да на вас идут, да на вас идут. Что происходит? Герасимов требует. А Муму что в этот момент? Хочется спросить. Или это Герасимов Муму? Они поменялись местами. Да, Герасимов стал Муму. Посмотрите, конечно, на это высокоинтеллектуальное лицо этого непьющего никогда человека, чтобы стало понятно, кто руководит российской армией. Ну, они там все такие. А Гурулёва вы видели? Гурулёв есть такой. Это вообще... У меня в подъезде, в старом, бомжи выглядят лучше, чем Гурулёв. Во всяком случае, интеллигентнее. По поводу Лукашенко. Я вам сейчас скажу вещи, которые всё равно станут явью, явными. И вы сейчас будете удивляться, но я вам сейчас кое-что скажу. Вот, посмотрите, какие высокоинтеллектуальные лица. Ну, все как на подбор. Что справа, что слева. Я не знаю, что справа, что слева просто. Интеллект зашкаливает. Это паноптикум. Это плоды отрицательной селекции многовековой. Посмотрите, вырожденцы. Да, и все вокруг него. Все вокруг него. Собрал лучший цвет нации. Прошу прощения. В кавычках, конечно же. А у***ьи они всегда кучкуются, вы заметили. Это приличные люди как-то поодиночке стараются, а вот такие в кучку сбиваются. Но дело не в этом. Дело в Лукашенко. Дело в Лукашенко.